За пять месяцев этого года на территории городского округа свое дело открыли более 800 новых предпринимателей. Всего же в Химках успешно ведут дела более 40 тысяч коммерсантов. Цифра в два раза выросла, да? За последние лет 8-7, да, мы не считали? То есть вот есть индикатор определенный. Мы стараемся помогать, чем можем в тех рамках, которые у нас есть. Сферы бизнеса разные. От оказания услуг до возрождения русской истории. Именно этим и занимается Любовь Камаева. С 2019 года она руководит школой творчества эпохи, обучает детей и взрослых народным ремеслам. У нас тоже мастера работают, выходцы из МХП Николина. Я стараюсь их притягивать к себе, потому что только мы знаем, как создавать современные вещи, рисунки, сколки и переносить это все в жизнь, в современную, чтобы это не архаично смотрело. На сегодняшний день все вырученные средства приходится тратить на аренду помещения. Из-за этого, говорит Любовь Камаева, она не может вывести свое дело на более масштабный уровень. В этой истории про сохранение больше. Это сохранение. Нежели про заработок. Посмотрите, может быть, мы по принципуально поищем, подумаем, там, может быть, какие-то субсидии, поговорим с министром, может быть, какие-то решения найдется. Расширять горизонты собственного дела планирует и Ольга Бахмутова. В 2021 году, будучи многодетной мамой, она открыла ресурсный центр для женщин «Уоменс». Сегодня любая желающая представительница прекрасного пола может воспользоваться каворкингом, посетить различные мастер-классы, лекции и семинары. За два года нас посетило около полутора тысяч женщин. Главное, что это все мы делаем вместе с детьми. У нас детки находятся в игровой под присмотром или посещают кружки. При открытии бизнеса Ольга Бахмутова получила субсидию от центра занятости. В прошлом году стала обладательницей гранта как молодой социальный предприниматель. По словам бизнес-леди сегодняшнего успеха, центр вряд ли бы достиг без поддержки администрации округа. Это, прежде всего, информационная поддержка. Она очень эффективна, получается, если администрация включается. И, конечно же, субсидии, без которых социальным предпринимателям просто не выжить. С 1 июня пакет поддержки предпринимателей расширят. Владельцы социального бизнеса смогут подать заявку на компенсацию 85% от оплаты аренды, коммунальных услуг и прочих затрат. Кроме того, на территории Подмосковья начнет работу сервис, который поможет бизнесменам оформить документы на получение льгот. Об этом тоже поговорили на встрече с главой Дмитрием Волошиным. Ответы на волнующие вопросы получены. Энергии, говорят коммерсанты, заряжены. Вокруг столько интересных людей, столько интересных вещей происходит. И захотелось с каждым сейчас даже пообщаться. Очень приятно, что это все у нас сейчас есть. И такая возможность предоставляется главой городского округа Химки. После продуктивного разговора поздравления. Глава Дмитрий Волошин пожелал предпринимателям успехов в делах. А представительниц прекрасного пола, разумеется, не отпустил без праздничных букетов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова